При закреплении состава, находившегося на путях за территорией завода, сказано в релизе, цистерны отделились от него, совершив самопроизвольный спуск. Пробили ворота завода, затем столкнулись с эстакадой, в результате чего произошло возгорание. Так объяснили представители завода вчерашний вечерний пожар, который основательно напугал рязанцев. Зарево и клубы дыма над нефтезаводом. Это, согласитесь, любого в дрожь вгонит. Тем более, что живы в памяти недавние происшествия в Нововятском районе Кирова, где с рельсов сошли 32 цистерны с газовым конденсатом, и 10 из них загорелись. Тогда из зоны ЧП эвакуировали почти 700 человек. А у нас вообще громадные нефтезаводища, да еще вблизи жилых зон, да еще от выбросов которого вся песочница тонет, дышать невозможно. Тут все может быть, вплоть до паники среди населения. Надо отдать должное пожарным и всем оперативным службам, работавшим в зоне происшествия. Всю эту ночь шла борьба с огнем, и только к пяти утра его удалось потушить. Теперь два гиганта Роснефть и российские железные дороги начали мериться правдой, которой, как известно, у каждого своя. Позицию нефтяников мы вкратце изложили, а вот путейцы утверждают, возгорание произошло на подъездных путях, а они находятся в ведне завода, а не МЖД. Конкретика железнодорожников такова. 14 цистерн, 7 порожных и 7 груженных, были поданы на предприятия с главных путей дороги 8 февраля этого года и находились там до вечера 12 февраля. Цистерны были приняты представителям предприятия. По предварительным данным железнодорожной компании, за время нахождения цистерн на территории РНПЗ работниками предприятий были нарушены соответствующие инструкции по закреплению цистерн и отсутствовал должный контроль за сохранностью грузов. Таким образом, железная дорога не имеет отношения к инциденту, утверждают представители Московской железной дороги. Так что разбираться во всем и делать окончательные выводы придется следователям. А нам важнее, что жертв и разрушения нет. А вот относительно безопасности горючих веществ на нефтезаводе возникает огромный вопрос. В конце концов, рязанцам не важно, кто там виноват. Гораздо принципиальные факты. Горело на заводе, а завод в нашем городе. И тут никакие оправдания, как говорится, не играют. По результатам доследственной проверки, следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Расследование поручено следственной группе в составе следователей ряда межрайонных следственных отделов под руководством следователя по особо важным делам. Из последних новостей. Сегодня агентство Прайм со ссылкой на сообщение представителей российских железных дорог сообщило, что их специалистов не допускают на территорию нефтезавода для участия в расследовании причин вчерашнего ЧП. В свою очередь, Роснефть, сообщает агентство, намерено ввести рязанский нефтезавод в штатный режим к 19 февраля. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев обсудил вопрос о ликвидации последствий пожара на РНПЗ на встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным. «Я был на предприятии во время тушения пожара и убедился, что все службы работали организованно на высоком уровне», отметил Олег Ковалев. В свою очередь, Игорь Сечин заверил губернатора, что предприняты необходимые меры по резервированию топлива на период восстановительных работ. Все потребители будут обеспечены. Глава региона, передает сайт правительства, обратился с просьбой не останавливать модернизацию предприятия в период восстановительных работ и приложить максимум усилий для ускорения этого процесса. Олег Ковалев подчеркнул, что для региона имеет особо важное значение реконструкция очистных сооружений, строительство объездной дороги для грузового транспорта предприятия, а также переход РНПЗ на выпуск высокооктанового бензина. Также в связи с пожаром на нефтезаводе вечером 12 февраля и утром 13-го проведена экстренная оценка состояния атмосферного воздуха в ближайших к заводу жилых районах Рязани поселке Турлатова. По данным измерений, проведенных автоматическими стационарными постами наблюдений и передвижной экологической лабораторией, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ выявлено не было. Качество воздуха будет усиленно мониториться до окончания восстановительных работ на нефтезаводе. Продолжение следует...